Святая Фервуфа и ее сестра Святая Фервуфа была красива, словно ангел, и царица, видя такое выгодное достоинство девушки, предложила ей выйти замуж, дабы достичь более высокого положения в обществе. Но Святая Дева скромно отказала госпоже, молвив, что дала она Богу своему обет, девство и всецелого служения ему. Царица не стала настаивать, а вскоре ее подкосила тяжелая болезнь. Вызванные лечить царицу волхвы, увидев Фервуфу, были поражены ее необыкновенной красотой. Один из них, отведя в сторонку диву, тут же и сделал ей предложение. Но Святая твердо ответила ему, «Я христианка и дала обет быть навечно невестой Христовой». Обозлился волхв на отказ и донес царю, будто бы она, Фервуфа, вместе с другими служанками отравила царицу. Святые Девы предстали пред судом и на обвинение бесстрашно ответили, «Мы христианки, и хоть мы и не совершали этого злодеяния, но готовы принять смерть за Христа». А судьи все как один тут же пленились красотой Фервуфы. И пока девушки пребывали в заточении, втайне друг от друга они послали гонцов в темницу с предложением руки и сердца, взамен на свободу для Фервуфы и ее сподвижниц. Но всех женихов Святая отвергла, даже во имя спасения, ибо она есть невеста Христова, и на земной брак никогда не согласится. Тогда всех трех дев, как христианок и волшебниц, обвинили в отравлении царицы и приговорили к смерти. Жестокую казнь они приняли смиренно, не изменив возлюбленному Господу даже страхом пред смертью. И обрели они вечное Царствие Небесное. 17 апреля. День памяти мучениц Фервуфы, сестры ее и рабыни. Субтитры создавал DimaTorzok